Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 10 мая, а представляю я вашему вниманию торговый план на неделю по парам с евро, британским фунтом и японской иеной. Все три пары сейчас находятся на стадии укрепления против доллара США. И недавно рост в этих парах возобновился после некоторой паузы, которая длилась до этого некоторое время. Итак, давайте посмотрим подробнее. И вот евро вырос в соответствии с предположением в прошлом обзоре. Правда, пара не сразу начала расти, а перед этим углубила нисходящую коррекцию, уйдя ниже уровня поддержки на 1.2058. И была остановлена только на разворотном уровне 1.1998, который позволил отскочить и возобновить восходящий импульс, который достиг впоследствии нижней границы целевой области на 1.2174. Учитывая темпы роста, на текущий момент совсем не исключена локальная коррекция, прежде чем тренд возобновится. В целом же прежний сценарий с ростом совершенно точно актуален и в скором времени пара нацелится к новым максимумам. И вот на актуальном графике в данный момент есть вероятность, что цена встретила сопротивление на уровне 1.2174, который не сразу может пустить ее выше. Это может привести к локальной коррекции в район между сигнальными уровнями от 1.2137 до 1.2102. Подтверждением возобновления восходящего тренда станет возврат выше уровня 1.2137 с уверенным закреплением выше, что даст шанс на формирование восходящего моментума, который нацелится в область между 1.2241 и 1.2272. А вот отмена сценария состоится при снижении и закреплении в области ниже разворотного уровня на 1.2102. А вот британский фунт потянулся вслед за евро вопреки предположениям о вероятном расхождении динамик движения. Однако этого не случилось и пары все же почти синхронно выросли, что автоматически отменило сценарий с коррекционным снижением, как только цена оказалась выше разворотного уровня на 1.3915. Сейчас пара торгуется на новых локальных максимумах, что дает однозначный сигнал на продолжение восходящего тренда. Вероятно, цена имеет все шансы на дальнейший рост, поэтому сценарий с восходящим движением станет приоритетным на ближайшую перспективу. А вот на актуальном графике сейчас темпы роста также, вероятно, могут привести к локальной коррекции, которая может начаться, если цена встретит сопротивление на уровне 1.4139, откуда в случае отбоя она направится в район ожидаемой поддержки на 1.419. Подтверждением нового витка восходящего моментума станет отскок из этого района, что нацелит котировки в область между 1.4243 и 1.4343. А вот отмена текущего сценария состоится в случае дальнейшего снижения в область ниже разворотного уровня на 1.3955. Ну и, наконец, японская иена, продолжение роста в которой так и не состоялось, вопреки ожиданиям. В этом смысле пара пошла вслед за остальными и начала укрепляться против доллара США. Так что последний сценарий не реализован, целевая область так и не достигнута. Вместо этого пара ушла ниже поддержки на 1.0901 и уже опустилась к разворотному уровню на 1.10845. Несмотря на то, что полноценного нарушения сигнальных уровней не было, сценарий имеет смысл отменить, поскольку сейчас пара в рамках локальной попытки роста обозначила ретест уровня 1.0901 с обратной стороны с последующим отскоком, что может означать намерение на дальнейшее снижение. Ну и вот как выглядит дальнейший прогноз, где подтверждением текущего сценария на снижение станет окончательное закрепление под уровнем 1.0901, который теперь выступает сопротивлением при попытке роста. Вероятно, для этого может понадобиться еще один ретест этого уровня. В этом случае уже последующий отскок от уровня с уверенным закреплением ниже даст сигнал на начало новой волны снижения с целью в области между 1.107.81 и 1.107.33. Отмена текущего сценария состоится при пробое и закреплении пары выше разворотного уровня на 1.109.37. А на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.